Ради чего католическая церковь готова отменить целибат? Почему судья в Южной Корее пришла на работу в Бигудях? И как беременная американка отблагодарила парня, который уступил ей место метро? Об этом и не только. Смотрите в обзоре международных новостей. Женатые священники? Пожалуйста. Папа Римский готов дать разрешение, правда, только после обсуждения этого вопроса среди католических священников и верующих. Особенно такая практика была бы, кстати, в регионах, где священнослужителей не хватает. Несмотря на такие реформаторские заявления, сам понтифик подчеркивает, что остается приверженцем целибата. Так спешила на работу, что забыла о Бигуди на голове. Глава Конституционного суда Южной Кореи Ли Чон Ми, та самая, что оглашала вердикт о импичменте президенту, позволила себе такую оплошность. Бигуди заметили у нее прямо на макушке, но при этом никто не посмел высмеять судью. Напротив, 54-летняя Ли Чон Ми стала чуть ли не национальной героиней и символом трудолюбивой женщины. Уступи место, получи награду. Беременная женщина так была благодарна парню, который встал ради нее в подземке Нью-Йорка, что наградила его бронзовой статуэткой. Под фигуркой мужчины, разрывающего на себе одежду, есть надпись «Достойному чуваку» – первому мужчине, который уступил место в метро беременной женщине. Иван на восьмом месяце, и не заметить ее положение просто невозможно. Но при этом она практически всегда стоит в час пик. Статуэтку женщина постоянно возила. В сумке, чтобы вручить первому, кто уступит ей место. Кольцо сатаны за 200 фунтов. Британский ученый из Нью-Порта недавно купил его для своей невесты за 1000 фунтов. Однако после очередной ссоры пара рассталась. И теперь Крейг Холден готов недорого продать кольцо, которое, по его словам, носила сама сатана. Так он называет свою бывшую. За якобы бешеную ярость, которую девушка не могла сдерживать во время ссор. У знаменитого Ждуна скоро появится подружка Ждуня. Голландская художница и скульптор Маргарит Ван Брифорд, которая придумала культовую фигуру, работает над дизайном женской версии образа. Об этом она написала в Инстаграме и выложила фото предварительной работы. Пока еще до конца непонятно, как будет выглядеть Ждуня, уже совсем скоро автор обещает разместить новые снимки. Скунс стал популярным в сети, когда угодил в серьезную передрягу. Сунул голову в бутылку в надежде полакомиться чем-то съедобным. К счастью, жительница американского штата Висконсин увидела скунса и помогла ему избавиться от стеклянной тары. Правда, зверек при этом со страху отметил спасительницу своим неприятным запахом. С дикобразами шутки плохи. Голодный леопард решил напасть на животное, но не тут-то было. Дикобраз не просто распустил свои 35-сантиметровые иглы, а даже пытался бесстрашно атаковать леопарда. Видеостычки накануне выложил на своей странице в соцсети канал National Geographic, после чего дикобраз стал настоящей звездой интернета. За 17 часов его просмотрели почти 2 миллиона человек. Субтитры создавал DimaTorzok